Добрый день, коллеги! Сегодня мы начинаем третью и заключительную часть курса, посвященную продвинутым вопросам, связанным с администрированием операционной системы Linux. В прошлой части мы занимались в основном практической работой, разворачивали различные типовые приложения и разбирали основные принципы их работы, а сейчас мы будем обсуждать такие вопросы, как управление ресурсами системы, на следующем занятии вопросы безопасности и на последнем занятии рассмотрим вопросы построения отказоустойчивых и масштабируемых архитектур сервисов. Соответственно, сегодня мы поговорим о том, как устроена та часть системы, которая отвечает за распределение ресурсов, а именно ядро операционной системы, каким образом можно ядром управлять. Также вкратце поговорим о модулях ядра и о том, зачем ядру нужна модульная архитектура и каким образом с модулями работать. Ну и обсудим в дальнейшем распределение всех видов ресурсов, то есть процессорного времени, оперативной памяти, ресурсов ввода-вывода между приложениями. Итак, за распределение ресурсов между приложениями отвечает ядро операционной системы. Именно с помощью системных вызовов приложения запрашивают различные ресурсы, будь то файловые дескрипторы или оперативная память у ядра. Также ядро распределяет процессорное время, то есть запускает или приостанавливает выполнение приложений. Кроме этого, когда приложение выполняет какие-либо операции ввода-вывода, и ядро операционной системы отвечает за распределение этих операций в очереди на ввод-выводы, на то, как именно в каком порядке они будут выполняться. Каким же образом можно управлять различными параметрами ядра? Сейчас просто обсудим общий механизм, а в дальнейшем по ходу этого и последующих занятий так поговорим о значении отдельных конкретных параметров. Для управления этими параметрами существует такой механизм, как CIS-КТЛ. Сейчас станет довольно-таки очевидно, почему мы не будем разбирать каждый этих параметр. Вот в этой системе, просто на обычной виртуальной машине, в которой в ядро загружено минимальное количество разных модулей, есть 764 разных параметра, и понятно, что все их мы разбирать не будем. В данный момент мы просто поймем, каким образом мы эти параметры смотрим, каким образом мы можем задавать для них значения, и как сохранить эти значения при перезагрузке. В CIS-КТЛ представляют собой наборы ключей и значения для этих ключей, причем как чаще всего отдельных значений, так иногда и наборов. Для управления CIS-КТЛ используется утилита, предсказуемая, называемая CIS-КТЛ. Вызвав ее с ключом CIS-КТЛ, минусом можно посмотреть их все или грепнуть. Какое-то из них название, которое вы полностью не помните, вызвав названием CIS-КТЛ, вы получаете его значение, а вызвав название равно значения, вы это значение задаете. Таким образом мы будем работать с ней в дальнейшем. Если вам значение какого-то CIS-КТЛ нужно сохранить после ребута, это можно сделать в директории etc-cist-ktld, поместив сюда любой файл с расширением conf, и там указав значения интересующих вас CIS-КТЛ. Этот механизм может применяться, когда вы уже подобрали нужные значения параметров и решили их в дальнейшем оставить. Но останавливаться на конкретных значениях мы сейчас не будем. Перейдем к следующему, а именно к модульной архитектуре ядра. Изначально ядра многих первых операционных систем были монолитными. Весь код ядра в них линковался статически и грузился прямо при запуске ядра. Однако по мере развития операционных систем такой подход стал подходить все меньше и меньше. В первую очередь это было связано с тем, что операционным системам общего назначения приходилось работать на самых различных аппаратных конфигурациях. Появилось очень много вендоров, выпускающих различные оборудования и драйвера для него. Было необходимо подгружать в ядро драйвера только того оборудования, которое на данный момент находится в данном конкретной системе. А драйвера всего остального оборудования не подгружать, потому что этих драйверов слишком много и тогда ядро будет занимать слишком много памяти, причем занимать совершенно бесполезными вещами. для того, чтобы в случае, если, например, какое-либо оборудование было подсоединено в процессе работы системы и для того, чтобы загрузить его драйвер, не приходилось эту систему перезагружать, появилась модульная архитектура ядра и возможность загружать модули прямо во время работы. Посмотреть, какие именно модули ядра загружены, сейчас можно с помощью LS-мод. модули каждого конкретной версии ядра компилируются вместе с ним, за исключением сторонних модулей и помещаются в либ-модули с версией ядра. И именно в этой директории будут команды, связанные с работой загрузки модулей, будут их искать и грузить ядро. К примеру, если бы у меня возникла необходимость сейчас на данной системе запустить, скажем, драйвер для какого-нибудь из блютусных устройств, например, бета-интел, если бы таковое в системе было, я бы запустил модпроб бета-интел. Соответственно, модпроб развернул бы это в бета-интел.ко, нашел бы бета-интел.ко в этой поддиректории либ-модули с версией ядра и загрузил его. Это два основных способа, каким можно управлять свойствами ядра и его параметрами. И они нам понадобятся во время текущего занятия, поэтому я сразу о них упомянул. Перейдем теперь непосредственно к теме. Какие именно ресурсы и каким образом распределяются ядром операционной системы? Об этих ресурсах я уже говорил. Это процессорное время, виртуальная и резидентная память, ресурсы ввода-вывода и дескрипторы ввода-вывода. Скажите, пожалуйста, а кто может сейчас рассказать, чем, например, друг от друга отличаются виртуальная и резидентная память? Ну, виртуальная, видимо, в отношении резидента, она, видимо, не выгружается, не свопается, надеюсь. А виртуальная она, мы еще, говоря, не знаем, где она располагается, на физической памяти оперативной, либо же она может быть свопена на диске. Ну, логически в данном случае своп и оперативная память где-нибудь в драме выглядят совершенно одинаково. Скажите, а кто из вас занимается или занимался программированием на языках с ручным управлением памяти, например, на C? Хорошо. А предположим, в вашей программе в какой-то момент выполняется молок, на какой-то размер памяти возвращается указатель. А скажите, пожалуйста, до того, как вы начали с этой областью памяти как-то работать, она вообще как-то отражается в железе, в той самой физической памяти, которая находится в компьютере? Она физически никогда не будет выделена, а при определенном настроении системы она может резервироваться? Что значит, никогда не будет выделена? Если вы в эту память действительно что-то запишите, а по-новому... И запишите, когда выделите. Да, хорошо. Но значит, не никогда. Значит, она не будет выделена сразу, но тем не менее у приложения появится некоторое адресное пространство. Вам молок вернет указатель на первый байт этого адресного пространства. По-длину он будет иметь такую, какую вы у него запросили, если операция выполнена успешно. Соответственно, мы уже видим, что в память бывает двух видов. Первый, так сказать, виртуальная память – это адресное пространство, выделенное конкретному процессу. Это всего лишь диапазоны адресов, с которыми оно может оперировать. Они напрямую не обязаны быть как-то выражены в физической памяти. Например, если ваше приложение запросило много памяти, но пока ее никак не использовало. Можно железную память на это никак не тратить. Другое дело, когда память действительно начинает использоваться. В нее, например, начинает что-то писать. В таком случае уже необходимо данный адрес виртуальной памяти как-то сопоставить с каким-то физическим адресом оперативной памяти компьютера. И в таком случае действительно происходит выделение резидентной памяти и в ней сохраняется данное значение. Вообще говоря, суммарный объем адресных пространств всех процессов на компьютере может значительно превышать объем физической памяти. И бывают даже алгоритмы, которые непосредственно рассчитаны на то, что большая часть выделенной памяти никогда не будет резидентной. То есть там могут выделяться огромные терабайты адресного пространства, из которых физическим большей частью не станет. Просто так удобнее работать в этих конкретных случаях с адресами. Соответственно, к свопу это понятие, конечно же, не имеет никакого отношения, потому что все, что находится где-то на физической памяти, либо в свопе, либо в оперативной памяти компьютера, в данном случае считается относящимся к резидентной памяти. И понятное дело, что с одной стороны, если один процесс начинает просто просить себе память, который, возможно, никогда не использует, это еще может быть не поводом паниковать и не давать эту память другим процессам, резервировать под него. С другой стороны, если брать и выдавать эту память всем подряд, сколько попросят, то это может возникнуть проблема, связанная с тем, когда в эту память действительно начнут писать данные. Соответственно, налицо возможность того, что могут потребоваться различные стратегии выделения памяти. Это один из ресурсов, о котором нам сейчас придется говорить. Другое из них – это процессорное время. Понятно, что каждый процесс исполняется, так сказать, на своем виртуальном процессоре и ничего не знает о том, что в это время на том же… и что в это время какое-то количество других процессов могут быть готовы к выполнению, что душедуллер операционной системы его запускает на выполнении, это также может его выполнение прервать, или он сам может задать управление ядру, и в таком случае будет запущено на выполнение на этом ядре другой процесс. Также ограничены ресурсы ввода-вывода, причем ограничены в двух местах. С одной стороны, они ограничены объективной производительностью ввода-вывода, например, на диск. Таким образом, что если много приложений одновременно работают с диском, ядро обязано каким-то образом распределять ресурсы между ними, шедули этих операций так, чтобы все работало оптимально. Например, если диск вращающийся, то было как можно меньше сиков по нему. А также, так сказать, виртуальные ресурсы ввода-вывода — это дескрипторы, которые выделяют себе приложение для работы. Любой открытый сокет сетевой или любой открытый на чтение или на запись файл — это дескриптор. И ядро также ограничивает их количество приложений. Рассмотрим по порядку. Ну, немножечко обсуждать виртуальную резидентную память мы начали. Давайте посмотрим, как в реальности может быть распределено виртуальная резидентная память у какого-либо процесса. Какой процесс возьмем? Ну, например, запущенный на этой машине Nginx. И посмотрим, как именно ядро выделило данному процессу оперативную память. Как видно, в данном случае занято 45 мегабайт адресного пространства. Это могут быть как разделяемые библиотеки, используемые этим процессом, так и области памяти, которые он запросил, но так до сих пор и не используют. Однако есть всего 1000 килобайт резидентной памяти, который этот процесс в действительности занял. Может быть, вас смущает круглое число и, так сказать, подрывает доверие к этому. Поэтому можно посмотреть какой-нибудь другой процесс, который выделил другой объем памяти. Вот здесь картина схожая, но иная. Также просто адресного пространства у процесса гораздо больше, чем действительно занято памятью в железе. Раздел подкачки, то есть так называемый swap, может использоваться в тех ситуациях, когда возникают проблемы с аллокацией памяти. Ее невозможно выделить, например, из-за ее нехватки. Или в некоторых специальных случаях из-за чрезмерной фрагментации, выделенной в данный момент в системе памяти. В таком случае неиспользуемые страницы памяти могут быть вытеснены на диск в раздел подкачки до тех пор, пока аллокация не сможет произойти. Либо если гидро увидит, что аллокацию все равно произвести не удастся, в таком случае операция аллокации памяти вернет нулевой указатель. И будет понятно, что она успешно не прошла. Каковы же стратегии выделения памяти? Таких стратегий существует три. И начнем, так сказать, с конца. С VMware Commit Memory 2, который я поставил на этом хосте в начале занятия. Это наиболее жесткая политика выделения памяти. В таком случае памяти адресного пространства приложением не будет выделено больше, чем есть физической памяти в системе. И при этом каждому отдельно взятому процессу не будет выделена большая доля в процентах от доступной памяти, чем указано в соседнем ССКТ или Аверкомитве Рейтио. В такой ситуации, например, если в данной системе около 2 гигабайта памяти, один отдельно взятый процесс не сможет себе получить более 1 гигабайта. Ну и кроме того, если суммарно уже будет занято около 2 гигабайт памяти, то приложение в дальнейшем ее получать не смогут. Это одна из наиболее жестких политик. Даже если какое-то другое приложение выделило себе память и не использует ее, все равно она выделяться не будет, а вдруг он захочет ее использовать в дальнейшем. Это, так сказать, пессимистическая стратегия. Иногда эта пессимистическая стратегия может работать не очень хорошо, например, когда вы используете много приложений, каждая из которых выделяет память, но особо ей не пользуется. В таком случае доступная для выделения в такой ситуации память в системе закончится, при том, что реальная физическая память будет еще в значительной степени свободна. И будут происходить постоянные ошибки аллокации. Поэтому существуют и другие политики. При overcommit memory 1, если выставить туда единицу, система будет просто всегда разрешать аллокацию до доступного теоретического предела. И будет выделять необходимое адресное пространство процессу. Если же процессом будет выделено слишком много адресного пространства, больше чем в системе физической памяти, то при попытке эту память реально использовать, может произойти событие out of memory. При out of memory есть, опять же, различные стратегии поведения. По умолчанию при out of memory запускается так называемый омкиллер, который изучает историю аллокации памяти приложениями, выбирает из них наиболее злое на его взгляд и завершает его работу. В этом случае процесс убивается девятым сигналом, у него нет никакой возможности на это повлиять или как-то обработать данное событие. Поскольку в этом случае система теоретически может оказаться в каком-то не очень хорошем состоянии, существует возможность сделать так, чтобы при out of memory происходил kernel panic, и для этого нужно выставить vm panic on om равно 1 и сделать так, чтобы при kernel panic система ребуталась. Выставить kernel panic в течение больше нуля и, соответственно, через столько секунд после kernel panic, сколько там выставлено, система пойдет в ребут. В таком случае, например, при out of memory будет просто происходить немедленная перезагрузка системы. В некоторых случаях это более желаемое поведение, чем просто завершение какого-то отдельно взятого процесса. Кстати, я вот упомянул сейчас о теоретическом пределе выделения виртуальной памяти. В анатипичной 64-битной системе x86-64 какой-то предел? 48 бит. Да, верно, 48 бит. А почему не 64? Казалось бы, ведь 64-битная же система, указатель длиной 8 байт. Да, да, к сожалению, да, поскольку 64, поскольку в данном случае любая операция разрешения виртуального адреса физически должна выполняться очень быстро, она выполняется при каждом разименовании указателя, естественно, все подобные операции выполняются аппаратно, прямо на самом центральном процессоре. А в железе, в отличие от софта, очень часто приходится экономить биты. И как легко видеть, в анатипичных современных процессорах здесь действительно возможно выделение только двух сорок восьмой степени байт виртуальных адресов. Ну, понятно, что оба этих подхода и выделение памяти всегда всем, и выделение адресного пространства только в количестве присутствующих в системе физической памяти, плюс свопа, это обе стратегии имеют свои преимущества и недостатки, поэтому в большинстве дистрибутивов по умолчанию используется настройка Overcomit Memory 0, при которой ядро пытается, согласно своим собственным алгоритмам, предположить, каким образом будет уделяться память данным приложениям, и в зависимости от этих предположений, выдаст или не выдаст. Эта настройка во многих случаях позволяет, и с одной стороны, не фейлить аллокации при реально присутствующей в системе физической памяти, и не выделять слишком много адресного пространства, которое потенциально можно пытаться быть заполненным каждому приложению. Однако в ситуации, когда подобная политика процессами, так сказать, может быть постоянно объютится, может иметь смысл выставление Overcomit Memory в два, так чтобы им не выдавало больше памяти, чем действительно есть в системе. Это мы сейчас обсудили. И поговорим дополнительно о том, как же происходит разрешение памяти из виртуально-физической. У каждой процесса есть свое адресное пространство, процесс ничего не подозревает о существовании других процессов, его адресных пространств, а в физической оперативной памяти им приходится жить вместе рядом. И понятно, что операция разрешения виртуального адреса физической должна быть очень быстрой, как я уже говорил, поэтому она реализована в центральном процессоре аппаратно, и для того, чтобы выполнять подобные операции разрешения быстро, там присутствует кэш, так называемый Translational Locosite Buffer. Очень быстрый и поэтому очень маленький кэш, в котором содержатся наиболее часто используемые по трансляции, так чтобы можно было к ним обратиться практически за один такт, не теряя времени. Но типичный размер этого кэша – 1024 записи. А каков обычный размер страницы по умолчанию на архитектуре x86 и производных одних? А? 4 килобайта. Верно, 4 килобайта. Значит, с областью памяти какого размера удастся работать без проблем с производительностью? Да, 4 мегабайта. Для современного приложения 4 мегабайта – это может быть очень мало. Оно может работать с гораздо большим объемом данных, и в таком случае придется обращаться к таблице трансляций, и это будет приводить к серьезному замедлению работы приложения. Как же поступить? С одной стороны, размер страницы не хочется увеличивать, как из соображения совместимости, так и из-за постраничной локации, поскольку чем больше страницы, тем больше памяти просто может теряться впустую. Там, где, например, целые страницы аллоцируются для того, чтобы выделить гораздо меньше памяти, чем требуется. Например, ради нескольких сотен байт выделяется целая 4-х килобайтная страница, а будет выделяться, например, 16 килобайт, или 64 килобайт, как на некоторых архитектурах. В таком случае из используемой памяти просто больше будет уходить впустую. Соответственно, эту проблему решили устранить костылем, а именно оставить 4-х килобайтную страницу, как есть, но дать возможность аллоцировать память на странице большего размера. Типичный размер хитчпейджа на X86-64 и на современных процессорах – это 2 мегабайта. Есть возможность обеспечить так, чтобы память аллоцировалась не на 4-х килобайтных страницах, а на 2-х килобайтных страницах. Соответственно, использование 2-х килобайтных страниц позволяет этот самый TLB использовать гораздо более оптимально и таким образом адресовать не 4 мегабайта, а 2 гигабайта оперативной памяти и не иметь при этом особых проблем с производительностью. Соответственно, работа с хитчпейджами – это важный элемент любого приложения, которому приходится постоянно держать в оперативной памяти большие объемы данных. Есть два механизма выделения хитчпейджа. Первый из них – это принудительный. Вам нужно вызывать мап с соответствующим флагом. И, во-первых, и во-вторых, в приложении, а во-вторых, в системе… Во-вторых, в системе выделить определенное количество хитчпейджа соответствующихся с ктл. Они будут выделяться подряд, поэтому, если, например, система уже какое-то время работала, и там фрагментирована память, то будет разумнее выставить это значение в csktl.conf и сделать ребут. В таком случае, если приложение умеет аллоцировать память на хитчпейджи, и в системе этих хитчпейджи выделенных, она их туда положит. И еще одно замечательное свойство таких выделенных напрямую csktl в хитчпейджи – то, что они никогда не вытесняются с воп. Поэтому, если, например, ваше приложение работает с большим объемом данных, вы постоянно в оперативной памяти, и оно критично для производительности, дополнительным небольшим бонусом от хитчпейджи, кроме более высокой производительности, в данном случае, будет то, что вы можете быть уверены, что в своп эти данные не попадут никогда, независимо от настроек системы. Просто так работают вот эти выделяемые csktl в хитчпейджи. Но для этого требуется поддержка в приложениях, требуется аллокация памяти со специальным флагом. Поэтому для того, чтобы помочь авторам приложения, которые не готовы это менять, или те, кто вообще не знает, как это делать, работает, например, на языках с автоматическим управлением памятью, и их рантаймы не умеют использовать хитчпейджи, для этого разработали дополнительный механизм. Этот механизм называется прозрачный хитчпейджи, транспарент хитчпейджи. Давайте выберем какой-нибудь процесс, чтобы на нем это посмотреть, который здесь потребляет больше всех памяти. Вот mysqld, отличный пример. Хотя, нет, к сожалению, я сейчас сказал глупость, потому что в отдельном процессе мы это как следует не увидим, на каких страницах он был авоцирован. Поэтому можно посмотреть это на примере всей системы. Прог.mem.info. Видно, что приблизительно 75 мегабайт памяти в данной системе выделены на хитчпейджах. Скорее всего, это и есть те самые память, которую авоцировала mysql. Эти хитчпейджи совершенно для приложения прозрачны. Они выделяются просто при крупных аллокациях. То есть, например, если делается аллокация сразу на 2 мегабайта, ядром может подумать, зачем же его выделять большим количеством, 512 маленькими страницами, когда можно выделить одной большой. То есть, если выделяют одной аллокации, то, может быть, с ней работать будут постоянно со всей. И в таком случае может произойти выделение прозрачного хитчпейджа. Но прозрачные хитчпейджи, в отличие от выделенных явностей скатерикой, свопы тесняются на общих основаниях. Поэтому здесь никаких гарантий не будет. Ваши приложения просто их используют либо не используют. Ну и, конечно же, в ситуациях, когда ваше приложение делает большие аллокации, но не использует при этом память, эти хитчпейджи будут просто тратиться впустую, потому что они не будут заняты. И в некоторых ситуациях, когда приложения работают подобным образом, можно встретить рекомендацию в системе, где эти приложения запущены, и прозрачные хитчпейджи выключить. Если честно, так что те, кто обладает более актуальной информацией, меня не пинаете. Я за этим моментом конкретно следил уже года полтора. Но раньше, например, в документации популярной с UBD MongoDB явно предлагали выключать прозрачные хитчпейджи при ее работе. А с непрозрачными она работать не может. Не умела, к минимуму, тогда. Возможно, сейчас научилась. Да. Ну, смотрите. Прозрачные хитчпейджи выделяются согласно решению думателя в ядре. Он смотрит на то, как это приложение аллокировало память. Например, он делает постоянно крупные аллокации и может пробовать выделять на хитчпейджах. Но если приложение работает так, что оно крупные аллокации это делает, то в каждой из них реально много места не использует. То есть оно там запросило молок на 2 мегабайта, а реально там заняло 1 килобайт в этом куске адресного пространства, то выходит, что преимущества всех этих хитчпейджей сходят на нет. Что, да, у вас отлично кэшируются трансляции этого конкретного хитчпейджа, но у вас все равно их много, потому что вы сделали, например, много крупных аллокаций. В итоге у вас много виртуальной памяти, не так много резидентной. И в такой ситуации от выделения этих хитчпейджей будет только вред, потому что они будут просто лишний раз увеличивать размер адресного пространства приложения без какой-либо пользы. В таком случае прозрачные хитчпейджи просто иногда рекомендуют выключить. Это делают на основе, например, нагрузочного тестирования работы того или иного приложения с включенными и выключенными хитчпейджами. Если видят, что с выключенными там все лучше, тогда их рекомендуют выключать. Да, да. Поэтому, если чисто гипотетически вы контролируете разработку большинства таких подобных приложений, которые запущены в вашей системе, то вы можете проверить, для каких из них хитчпейджи полезны, а для каких нет. Продачивание хитчпейджи выключить везде. Она в тех приложениях, где не полезно, а лоцировать явно обычные хитчпейджи и в соответствующей системе выставлять все скотельки. В рамках одной отдельно взятой архитектуры, где происходит тесное взаимодействие разработки и эксплуатации, такой подход возможен. У тех же, кто пишет приложение и раздает их книг бесплатно в open source или за деньги, у них остается возможность просто потестировать, как именно их приложение работает и написать рекомендации в документации, как лучше сделать. Например, в рекомендациях с UBD Oracle написано, прозрачный хитчпейджи лучше выключить, а саму память Oracle и его Shared Global Area положить на обычные сискотельки. Так они работают по их тестам, видимо, лучше всего. Да, на обычных хитчпейджи, которые могут быть выделены вот таким вот образом сискотелькой. Давайте я в данной системе их выделю. Скажем, я хочу выделить у себя 512 мегабайт этих hugepages. Сколько мне здесь написать? Хорошо. И вот мы видим, что появились hugepages, но они пока не заняты. У нас нет приложения, которое умело бы их использовать. Получается, что у нас 512 мегабайт постоянно заняты. Это действительно используются они или нет? Да. То память, которая выделена прямо с сискотелью на этих hugepages, не будет использована ни под что другое, кроме как под память приложений, которые явно запросили hugepages при аллокации. Да, можно считать, что эта память в данном случае просто зарезервирована. Надо под себя руковым приложением, чтобы запросить память. Необязательно. То есть потом же как-то этих hugepages надо раздать? Видите, есть hugedlb-shm-group. Вот такая сискотелька. Здесь упомянуты гид-группы, которые имеют право это делать. По умолчанию это гид-группы root. Но вы можете, вы выставите эту сискотель на какую-то другую группу. Я имею в виду не запрашивать все сети, а вот полкнуть, использовать. Ну, вы всегда, полоцируя память, независимо под кем, под рутом под пользователем выпущенном приложении, всегда запрашиваете ядра. Просто ядро решает, вы выдаете вам эту память, или будет ошибка аллокации, вернется вам нулевой указатель. И в данном случае, пока что да, по умолчанию имеет право члены группы root. Не пользователь root, а члены группы root. Простите эту память. Но это можно переопределить. Соответственно, в каждом конкретном случае, пользуясь или вред от использования huge page, например, если вы разработчик приложения, которые могут быть потенциально полезны, лучше тестировать. Вообще, про все такие вещи всегда можно придумать теорию, почему та или иная вещь будет полезна или вредна. И в одних случаях она будет действительно полезна, а в других действительно вредна. И в каждом конкретном случае, то только нагрузочное тестирование на приближенных боевых сценариях показывает, как же она на самом деле обстоит. И анонимные huge page могут улучшать производительность в одних случаях, а в других их рекомендуется выключить. Перейдем к следующему вопросу. Да, вопрос выделения huge page мы обсудили. И теперь обсудим, каким образом распределяется процессорное время. И эта задача все-таки несколько сложнее, чем уделение памяти. При уделении памяти есть определенный статический ресурс, доступная физическая память, который просто необходимо распределять между приложениями. Просят – даем, отдают и возвращаем в общую пулу. Конечно, там есть нюансы связанные с виртуальной резидентной памятью, но по сравнению с проблемами, встающими при распределении задач многозадачной системы, они не так велики. Как вообще решалась эта задача исторически? Изначально первые операционные системы были однозадачными. То есть операционная система непосредственно передавала управление к какому-то приложению, и управление к операционной системе возвращалось обратно, только когда это приложение завершалось. Проблема была в том, что одновременно несколько приложений по подобной системе запустить было нельзя, и обеспечения управления с их ресурсами никакого не было. Поэтому начали появляться многозадачные операционные системы. Как же обеспечить конкурентную работу универских приложений при условии, что ни одно из них о другом в общем случае не подозревает? Оно думает, что работает исключительно монопольно с центральным процессором и с оперативной памятью, и не подозревает о том, что процессорное время приходится с кем-то разделять, и в памяти кроме ее адресного пространства могут быть чьи-то еще изолированы тем, что у нее своя собственная виртуальная память, а у других приложений своя. И не важно, что они могли бы теоретически пересекаться по этим виртуальным адресам. В простейшем случае и в первых реализациях многозадачности она была так называемой кооперативной. В том смысле, что приложение могло, операционная система запускала какое-то приложение, а приложение, например, выполнив блокирующую операцию, скажем, ввода-вывода, могло вернуть управление операционной системе. Или выполнив shared yield, то есть решив, что сейчас я не делаю ничего важного, пусть операционная система решает, кто же дальше будет использовать процессорное время. В таком случае, с одной стороны, это частично решало проблему, действительно можно было запустить несколько приложений в одной операционной системе, но что же происходило, если какое-то приложение содержало в себе ошибку, например, уходило в вечный цикл и никогда не выполняло блокируемого системного вызова и никогда не отдавало управление операционной системой явно. При кооперативной многозадачности, естественно, возникала неразрешимая в рамках данного сеанса проблема. То есть операционная система никогда не могла получить управление и никак не могла исправить проблему. Именно поэтому, например, ранние версии Windows другого семейства, не того, который сейчас используется, а 9X, реализовавшие именно такую модель многозадачности, могли, как это называлось, на пользовательском жаргоне зависать при некорректной работе одного отдельно взятого приложения. И здесь даже не приходилось ругать страшными словами Билла Гейтса, потому что при данной архитектуре операционной системы ничего подделать нельзя. Как же эту проблему решить? Для того, чтобы решить эту проблему, вместо кооперативной многозадачности придумали, как бы это перевести на русский вытесняющую, в смысле, preemptive. Таким образом, что операционная система имеет возможность взять и вытеснить приложение, то есть перерывать на какое-то время его выполнения, даже в ситуации, когда это приложение сейчас никаким образом не дает ему управление, не дает операционной системе управления. Соответственно, даже если в операционной системе есть много приложений, каждая из которых не готова ее давать при управлении никогда, например, она не выполняет блокирующие системные вызовы, просто сидят в процессоре что-то считают, то при такой архитектуре действительно операционная система сможет организовать максимально равномерное их выполнение на доступных процессорах. Еще одной трудно разрешимой проблемой при других моделях многозадачности было то, что они практически никак не ложатся на многопроцессорную модель. Это, в принципе, сделать можно, но работало оно не очень хорошо, поскольку в подобной ситуации одни процессорные ядра могли быть доступны в операционной системе, другие могли быть у нее отобраны навсегда, и управлять этим было сложно, пока не появилась вытесняющая многозадачность и планировщики задач. Посмотрим, как именно работает эта самая вытесняющая многозадачность на примере одного из процессов на вот этой самой системе. Какой бы процесс взять? Возьмем, к примеру, тот же Nginx. Как происходило его взаимодействие с планировщиком? Очень просто. Он один и один раз задал управление, и с тех пор его никогда не забирал, потому что здесь никаких запросов не было. Возьмем какой-нибудь другой, более интересный процесс, который действительно что-то выполняет, и возьмем процесс SSD. Как видите, у данного процесса взаимодействие с планировщиком шло чуть более бурно. 2377 раз с момента его запуска он добровольно отдавал управление, скажем, уходя в блокирующий вызов на сети. Но 10 раз операционная система принудительно прерывала его в выполнении и отправляла на выполнение что-то другое. Таким образом реализуя свою вытесняющую модель. Какие же алгоритмы выделения процессорного времени применяются в Linux? В текущем планировщике по умолчанию CFS основой алгоритма шедулинга является то, что у процесса есть два вида приоритетов – статические и динамические. А статических, которые могут выделяться процессу явно, это nice и real-time приоритеты, мы поговорим отдельно. А динамический приоритет процесса вычисляется таким образом, что чем меньше процесс потребляет процессорного времени, тем выше его приоритет. Представим себе ситуацию. Вот у вас есть система для простоты с одним ядром. И в ней работают два интересующих вас процесса. Скажем, текстовый редактор, в котором вы что-то набираете, и, например, какой-нибудь процесс перекодирования видео, работающий в фоне. Процесс перекодирования видео требует себе процессорного времени постоянно. Но он работает в фоне и завершится перекодирование на секунду раньше или на секунду позже не так критично. Ну а текстовый редактор, к примеру, должен в реальном времени реагировать на операцию пользователя. Скажем, вы нажали клавишу, она немедленно должна появиться на экране. Немедленно должен, к примеру, пересчитаться спелчек и выполнятся другие подобные вещи. Но они выполняются в ответ на события нажатия клавиши. И после того, как это событие происходит, эти операции выполнились, этот процесс практически не потребляет процессорного времени до следующего подобного события. И даже если вы набираете текст очень быстро, все равно, с точки для современного процессора, между двумя нажатиями клавиш проходит практически вечность. Если у вас какая-нибудь игра производительная, которая играет пользователь, и какой-нибудь счетчик что-то делает, он делает редко, мало потребляет процессорного времени, а пользователь постоянно взаимодействует? Ну, скажем так, да. Если игра в этом случае потребляет много процессорного времени, а какой-нибудь счетчик мало, то в моменты, когда этот счетчик так и решит запуститься, шедулер заберет ресурсы игры и отдаст ее этому счетчику. И на это никакая не проблема? Можно. Это мы обсудим в дальнейшем. Я же говорю, что есть два вида приоритетов – статические и динамические. То есть, оно сделано именно для того, чтобы повысить отзывчивость процессов, которые сидят и ждут, например, ваших операций в ситуации, когда в фоне есть процессоры-пожиратели процессорного времени. Так, чтобы из-за того, что у вас идет… Ну, в приведенном мной примере, что если у вас идет это самое перекодирование видео, чтобы у вас не тормозил ваш текстовый редактор. Здесь именно этот алгоритм рассчитан именно на то, чтобы уменьшить подобную задержку. Естественно, в ситуациях, когда этот алгоритм вдруг не очень хорошо работает, у вас есть возможность на него повлиять. Каким же образом можно повлиять? Есть два вида приоритетов, независимых друг от друга. Первый из них и наиболее широко известный – это NICE. Сразу говорю, что в Linux и в большинстве других Unix смысл приоритетов, выделяемых NICE разный. Например, во FreeBSD или, насколько мне это известно, в MacOS, хотя код закрыт, нельзя быть уверенным. Понятие NICE разное. Например, у BSD в MacOS пока есть, если есть несколько процессов в очереди, готовых к выполнению, то всегда сначала будут выполняться процессы с меньшим NICE, поскольку чем ниже NICE, тем выше приоритет. И пока есть процессы с большим NICE выполняться не будут. Это, так сказать, абсолютный приоритет. В Linux это не так. В Linux NICE задаются относительные приоритеты, и чем ниже NICE процесса, тем больше ему будет уделяться доля процессорного времени. Но не более того. Для работы с абсолютными приоритетами существует другой, совершенно ортогональный NICE механизм – это real-time приоритеты. Они принимают значение от 0 до 99, и чтобы вы запутались, тем выше real-time приоритет, тем выше приоритет процесса. В отличие от NICE, где это наоборот. И эти приоритеты имеют гораздо большую важность, чем NICE. Если какой-то процесс имеет real-time приоритет выше другого, то их взаимный NICE уже не имеет значения. Тот процесс, который имеет более высокий real-time приоритет, все равно важнее того, у кого он ниже. Независимо, даже если бы у того, у кого real-time приоритет выше стоял бы NICE 19, у того, у кого он ниже стоял бы NICE минус 20. Это уже бы ни на что не повлияло. Каким образом работает шедулер? Он пытается оптимизировать два фактора. С одной стороны, хотелось бы выделить как можно более равномерно ресурсы всем запущенным в системе процессов. И не ждать с выделением ресурсов какому-то процессу слишком долго. Ведь в таком случае может ухудшиться отзывчивость системы. Вы выполнили какое-то действие, которого этот процесс ждал, а свое время, например, он получит не скоро. В таком случае между вашим действием и реакцией на данный процесс может возникнуть заметный лаг. В случае какого-нибудь дистопного приложения или серверного приложения, от которого требуется очень низкое время ответа, это может оказаться заметным. С другой стороны, каждое переключение контекста — это ресурсы. Нужно выгрузить значение регистров, которые используют данный процесс, весь его контекст, и вгрузить контекст другого процесса — это ресурсы занимает. Соответственно, чем чаще происходит переключение контекстов между процессами, тем больше процессорного времени будет потрачено на подсобную работу и, собственно, ни одному из этих процессов напрямую не помогающим. Чтобы как-то сбалансировать между этими факторами, используется следующий алгоритм. Во-первых, шедулер пытается, пока это возможно, предоставить процессу временное исполнение в укладывающейся в величину ССКТЛ кернел-шед лейтенцией НС в миллисекундах. А доли этого времени будут распределены в соответствии с найсом процесса. Соответственно, процесс должен, пока это возможно, получить время работы, скажем, в случае нашей виртуалки. Давайте посмотрим, какой это пример. Каждый процесс должен будет пытаться получить время в течение 12 миллисекунд, но величина того времени, которое ему будет выделено, будет зависеть от найса этого процесса и того, кто же еще в очереди стоит и ждет процессорное время, с каким другим найсом. Однако это время, которое будет выделено, не может быть меньше, чем то, которое задано на стройке Kernel Shell Min-Gonularity. Это ограничение снизу сделано для того, чтобы большое количество конкурирующих друг с другом за процессор процессов не приводило к слишком частым контекст свечам. Тут уже, с одной стороны, можно получить уменьшение отзывчивости системы, то есть, если процессов за процессором все-таки конкурирует слишком много, то Kernel Shed Latency NS соблюдено не будет. С другой стороны, если подобный предел снизу не устанавливать, просто практически все процессорное время будет занято контекст свечами и полезные с точки зрения того, как используется данная система вещи, код процессов практически не будет исполняться, а все время уйдет, собственно, на контекст свечи. Соответственно, подобные настройки позволяют каким-то образом подобрать оптимальный режим работы, в котором на контекст свечи уходит не больше времени, чем нужно, и отзывчивость системы достаточная. Очевидно, что качественно выполнить свою задачу шедулер может, если количество готовых к выполнению процессов будет меньше числа определяемого простой формулы, где отношение требуемой латентности к минимальному размеру таймслайса, помноженное на количество доступных процессорных ядер в системе, будет больше, чем количество готовых к выполнению процессов. Как только количество действительно готовых к тому, чтобы потребить процессорное время, а не ждущих чего-то, например, в блокируемых системах, вызов процессов станет больше, шедулер немедленно начнет выбиваться из графика, и задержки начнут превосходить то, которое выставлено данным сискателем. Если для вас задержки важнее, чем, например, оптимальное использование процессорного времени, можно взять и уменьшить кишер минганулярити. Тогда процессы будут получать время чаще, но и чаще будет происходить контекст свечи. И эта политика, которую мы рассмотрели, это политика по умолчанию. Однако в некоторых случаях, например, если требуется обеспечить какие-то более жесткие гарантии по латентности, чем возможно обеспечить с помощью подобной политики, есть и другие. Например, шедфифо – это политика шедулинга, основанная на реалтаймовых приоритетах. В шеднормале, как вы видели при описании выше, реалтаймовые приоритеты вообще не фигурировали, поэтому для того, чтобы их задействовать, нужно для данного процесса выделять другую политику шедулинга. Одна из них – шедфифо. И процесс такой политики всегда имеет приоритет более высокий, причем абсолютный приоритет, а не относительный, чем процесс политика шеднормал. И его исполнение может быть прерывано шедулером только ради другого процесса с одной из реалтаймовых политик, такой как шедфифо или шедррр, с большим реалтаймовым приоритетом. Если есть несколько процессов с данной политикой, то они работают по очереди, при условии, что их приоритет равен. Но по очереди они работают таким образом, что ситуация напоминает кооперативную многозадачность. Один из них получает управление только тогда, когда его явно, совершенно добровольно отдал второй. Подобная политика обычно хорошо совмещается с тем, что процессы ограничиваются процессорные ядра, которые он может занимать. Например, в вашей системе 32 процессорных ядра есть какое-то очень важное многопоточное приложение, которое должно работать с минимальными задержками. Вы можете выделить ему 30 ядер из этих 32, так что оно их займет, они будут выделяться ему по первому требованию, независимо от остального, что происходит в системе. А два ядра останется на все остальное. То есть, даже если этот процессор начнет потреблять процессорное время просто в 100% и никогда не будет отдавать управление добровольно, все равно у вас останется два ядра на выполнение каких-то своих штатных операций, чтобы работала вся остальная система. Приблизительно аналогично работает и политика шедрер, однако она все-таки чуть более мягкая, чем шедфифо, и процесс политика шедрер все-таки через определенное время будет вытеснен. Может быть вытеснен ради выполнения другого рилтаймового процесса с тем же приоритетом. Но опять же, если у двух рилтаймовых процессов приоритет разный, то будет выполняться процесс с большим приоритетом, пока добровольно не отдаст управление. Ну и, соответственно, процессы с дефолтной политикой шедулинга будут выполняться только тогда, как на тех процессорных ядрах, которые не нужны процессам с этими самыми рилтаймовыми политиками. Использование их позволяет приблизиться к идеалу низкого времени ответа, который требуется иногда в каких-то встраиваемых или индустриальных системах. Но при администрировании интернет-сервисов к этому приходится прибегать редко, так как обычно 5 миллисекунд больше или меньше играет не такую большую роль незаметно для пользователя. Известное мне исключение для этого – это, например, серверные приложения, используемые для голосовой связи. В их случае даже несколько миллисекунд задержки могут уже сказываться, будут заметны искажения звука. Но в таком случае действительно для них может иметь смысл выделять какую-то из рилтаймовых политик. Попробуем поработать с приоритетами, так сказать, вживую. Давайте запустим прямо из команды строки процесс с найсом минус 10. И это будет процесс тоже, команда найс, которая покажет, с каким найсом она запущена. Она покажет, что она действительно запущена с найсом минус 10. Сейчас она запущена с найсом минус 19. А если я сделаю вот так вот, то это, естественно, сделать будет невозможно, потому что я, наверное, забыл об этом сказать раньше, я за это извиняюсь, но найсы ниже ноля могут быть назначены только рутом и не могут быть назначены непривилегированным пользователем. Соответственно, рут всегда имеет возможность запустить процесс с более высоким относительным приоритетом, чем непривилегированный пользователь. Как же быть, если какой-то процесс уже запущен, а найс его надо поменять? Перезапускать его, например, не хочется, да и это не нужно, поскольку есть же замечательная команда ренайс, которая выставляет найс минус 1 процессу с указанным здесь пидом. Ренайс минус n минус 1 выставить найс минус 1 процессу с пидом 1. В данном случае это выставлено для процесса systemd. И вот видно, что systemd теперь стал работать с найсом минус 1. С нулем. У вас же есть учебная виртуалка, посмотрите, с каким найсом на ней по умолчанию запущены и работает systemd. Большинство процессов вообще, если это не задано явно, запускаются с нулевым найсом, и просто системе дается возможность максимально гибко их шедулить. Вообще, в данном случае, как и во всех других, не стоит умножить сущности без необходимости, и не стоит пытаться играть с приоритетами процессов до тех пор, пока вы не видите, что, например, текущая работа шедулера вызывает у вас явные проблемы. Только в подобной ситуации вы действительно начинаете каким-то образом на это влиять вручную. А в большинстве случаев шедулер, которому, в отличие от вас, известна вся текущая ситуация, как именно в конкретный момент выглядит очередь процессов и какова их предыдущая история, может решать эту задачу гораздо оптимальнее. Только если вам заранее известно, что по какому-то приложению, например, нужно что-то выделять очень сильно в ущерб другим, потому что оно важнее других, тогда вы с приоритетами начинаете играться. Или если какое-то приложение, вы заранее знаете, что оно будет употреблять очень много ресурсов, но оно очень сильно не важно и вам не интересно, закончится оно на полчаса или раньше, или на полчаса позже, скажем, в какой-нибудь операции резервного копирования, вы можете ее явно запустить с низким приоритетом. Но, опять же, к этому лучше прибегать только тогда, когда вы видели, что работа этого процесса с равным приоритетом вызывает какие-то проблемы либо для остановления системы, либо для самого процесса. Для работы с реалтаймовыми приоритетами используется CHRT – Change Real-Time. Посмотрим, с каким реалтаймовым приоритетом работает тоже System-D. Он работает с приоритетом ShedAzer, он же ShedNormal. У него нет реалтаймового приоритета никакого. Соответственно, ради любого процесса с реалтаймовым приоритетом он будет вытеснен. Как же изменить эту ситуацию? Давайте поменяем, скажем, во-первых, минус F – это означает, что мы выставляем ему политику FIFO. Как мы помним, при ShedNormal, он же ShedAzer, реалтаймовые приоритеты не используются. Значит, чтобы использовать реалтаймовые приоритеты, нужно поменять политику шедулинга. Мы ее меняем, ставим минус F. Минус F – значит FIFO. И также этому процессу мы ставим приоритет 2. Вот эти вот минус F – означает, что мы ставим приоритет 2, процессу 1. Выставили, проверяем. Да, действительно, у System-D теперь используется шедулер ShedFIFO и приоритет 2. Это значит, что System-D теперь король всех процессов в юверспейсе этой системы. Еще не только в том смысле, в каком задуманы его авторами, но еще и в том смысле, что он с гораздо большим приоритетом, чем они все, получит процессорное время, если его запросят. То есть любой процесс в этой системе будет ради него вытеснен, кроме, может быть, другого реалтаймового процесса. А по умолчанию в реальном времени работают только процессы ядра, такие как, например, сам Sheduler, который работает с максимальным реалтаймовым приоритетом. И некоторые из них, например, те, которые обеспечивают миграцию приложений с ядра на ядро и тому подобные служебные процессы в Kernel Space. Итак, обсудим еще один важный момент, связанный как с распределением процессорной мощности, так и с распределением памяти. Это то, что не все ядра и не вся оперативная память равны между собой и имеют одинаковый доступ друг к другу. В чем же разница? Например, в данной аудитории, скорее всего, нет ни одного компьютера, к которому бы это относилось. Однако подобная архитектура регулярно встречается на серверах. Связана она с чем? Дело в том, что при желании поместить максимальные вычислительные мощности в минимальный объем и затратить на обеспечение тех или вычислительных ресурсов минимальные мощности, и иногда приходится иметь более одного процессора в системе. Не ядра процессора, а именно самого процессора. Их может быть несколько, они будут размещены на нескольких сокетах. Раньше, когда, ну скажем так, сейчас подобную систему уже, наверное, и не встретить. Раньше выходило так, что, например, все эти процессоры работают с одним и тем же северным мостом, а северный мост работает с оперативной памятью. Это называлось симметричный мультипроцессинг в том смысле, что каждое процессорное ядро имело одинаковый доступ к памяти. И задержка при обращении к любому адресу физической памяти любого ядра была одинаковой. К сожалению, она была слишком большой, поскольку в этом случае каждому ядру процессора приходилось обращаться к северному мосту, северный мост обращался к памяти и в этом смысле шина между процессором и северным мостом часто оказывалась узким местом. Эту проблему раньше решила AMD, если говорить про архитектуру X86, еще во времена Athlon 64. Эту проблему позже решил Intel, когда появилась архитектура Nehalem. И особенностью этих архитектур стало то, что контроллер памяти переехал непосредственно на один кристалл с процессором. И прямо к этому контроллеру, который на кристалле с процессором, стали подключаться модули памяти. Как же быть в подобной ситуации, если процессоров несколько? И на каждом из них есть контроллер памяти, и к этому контроллеру подключены какие-то модули памяти. В этом случае выйдет, что ядра, расположенные на этом процессоре, будут иметь меньшее время доступа к локальной памяти, той физической памяти, с которой работает контроллер данного процессора, чем к оперативной памяти, подключенной к другому сокету, ради обращения которой придется сначала идти к другому процессору, а потом он уже пойдет в эту память и, соответственно, задержка будет выше. Возможно, для приложения в общем случае это может быть совершенно прозрачно. Шедоллер может кинуть его на любое ядро процессора, а при локации памяти ядро может выделить, его физическая память может быть распределена по-разному, между любыми планками памяти, подключенными к любому сокету, и это может привести к его неоптимальной работе. Например, когда приложение выделяло память, оно было запущено, скажем, на ядре 1 процессора 0, и его память была помещена в ноде 0 рядом, а потом шедоллер взял его и перекинул в другой сокет. Оно немедленно начало работать хуже. Поэтому в ситуации, когда имеет место подобная архитектура, и у вас имеет место несколько приложений работающих, как требующих ядер процессора, так и работы с памятью, например, с независимыми областями памяти для разных приложений, имеет смысл распределить их явно по NUMA нодам, NUMA, неравномерный доступ к памяти, так и явно потребовать, чтобы они аллоцировали свою память в соответствующих регионах. Посмотрим на примере. К сожалению, нет, наверное, к счастью даже, мой ноутбук подобной архитектуры не работает для ноутбука, это было бы лишним. Поэтому обратимся к одному из серверов практики. В данном сервере присутствуют два процессора, на каждом из которых по 12 логических ядер, но на самом деле по 6 физических, просто там еще используется технология SMT в интеловской реализации, гипертрейдинг. И, соответственно, к каждой ноде подключено по 32 768 мегабайт оперативной памяти, а всего там 64 гигабайта. И, как видно, определенная цена доступа к попугаям в пределах ноды 10 попугаев, а за пределы ноды 21 попугай. Эта цена используется для того, чтобы шедулер операционной системы, знающий о том, что он работает на системе с NUMA, мог знать, насколько же тяжелее будет жить процессу, если его перекинут не на ту ноду, где находятся его данные. И, действительно, шедулеры операционной системы пока есть такая возможность, пытаются аллоцировать процессы на ядра, находящиеся рядом с памятью, которая была для этих процессов выделена. Однако это удается не всегда, и в некоторых случаях может возникнуть необходимость задавать локацию явно. Представим себе, что у вас есть подобная система, в которой есть несколько процессоров, каждому из которых подключен какой-то объем оперативной памяти. Эта система используется, как в данном случае, для виртуализации. Там запускаются виртуальные машины, каждой из которых выделяется не очень большое количество процессорных ядер, меньше, чем есть на каждой ноде, и не очень большой объем оперативной памяти, меньше тоже, чем есть в каждой ноде. Если задумываться о повышении производительности данной системы, может возникнуть мысль о том, чтобы прибивать виртуальные машины к регионам явно, так, чтобы каждая виртуальная машина аллоцировала свою память в конкретной ноде, и шедулер ее кидал только на ядра, относящиеся к этой ноде. В таком случае она всегда будет работать как на односокетной системе, в том смысле, что никогда ей не придется обращаться к памяти, подключенной к дальнему процессору. Как это обеспечить? Для работы с NUMO-CT, с NUMO используется утилита NUMO-CTL. С ней мы уже столкнулись. В данном случае она нам продемонстрировала, как именно устроена данная система с точки зрения NUMO, что есть два региона, таким-то образом запущенные системы. Однако эта утилита полезна еще и тем, что она может позволить привязать какой-нибудь процесс к определенной ноде, то есть, например, заставить его поместить данный процесс жестко только на одном из ядер указанной ноды, и указать то, что память этого процесса должна размещаться исключительно в памяти той самой ноды. Эта утилита может вам использоваться в том случае, если вы решите применить подобный механизм оптимизации и разместить ваше приложение в конкретной ноде. Предположим, у вас есть несколько инстансов, какой-нибудь другой пример, что у вас есть какая-нибудь in-memory база данных, которая запущена в количестве нескольких независимых друг от друга инстансов на конкретной системе, и вы можете эти инстансы поделить пополам и одни из них прибить полностью к одной NUMO ноде, а другие к другой, таким образом, чтобы ни одному из этих процессов никогда не приходилось обращаться к дальней памяти, которые находятся на другом сокете, и таким образом ждать больше времени при обращении к данным. Это… все это… да? Да, конечно. А сколько порядков бывает системы? Ну, скажем так, может… Я лично видел систему с 8-ю NUMO нодами. Это крупные 8-сокетные серверы. То есть, например, Intel для тех, у кого все совсем плохо с горизонтальным масштабированием, предлагает 8-сокетные серверы, и каждый сокет в данном случае будет одной NUMO нодой. Насколько я теоретически знаю архитектуру процессора Broadville, но, опять же, тут прошу ни меня, ни в комментариях видео не пинать ногами, топовые кристаллы Broadville могут разделяться на две NUMO ноды внутри процессора. Это связано с тем, что там присутствуют две кольцевых шины между кэшами, и к одной из этих шин подключена одна половина контроллера в памяти на данном процессоре, а к другой – другая. И есть возможность в биосе выставить то, чтобы каждый процессор представлял собой две NUMO ноды. И если такой же архитектурой обладает и Broadville в 8-сокетной архитектуре, но я таких не видел и не знаю, и там тоже есть такая возможность, теоретически может быть 16 в X86 и в доступном, так сказать, в магазине, хоть из очень больших денег – железе. А так, потенциально на кастомной конфигурации может быть и гораздо больше. Например, на не X86 системах, при использовании какого-нибудь, не знаю, Itanium, может быть… Там бывало, например, что в топовом сервере 128 двухъядерных процессоров, 128 NUMO нод будет. В данном случае это будет все совсем сложно с точки зрения алгоритма шедулинга. Но в типичном сервере, с которым приходится работать – одна или две. Соответственно, и одна, если это низкопроизводительный дохлый односокетник, и две, если это уже наиболее типичный, используемый в крупных компаниях типа Яндекса или Моэру – двухсокетный сервер. Большинство приложений запускается именно на таких. И там две NUMO ноды. – Да? – Да, конечно. – Насколько реально неэффективно. А все зависит от того, насколько это является лимитирующейся фазой для вашего приложения. Если ваше приложение в основном ждет ответов по сети для большинства операций, да и ненасколько разницы не будет. То, что вы сходите на 10 нс дальше на другой сокет – это мелочи, если ваше приложение постоянно ждет ответа по несколько миллисекунд другого сетевого приложения. Но если ваше приложение, например, постоянно работает с большим объемом оперативной памяти, например, оно производит какие-то вычисления и постоянно из памяти просит данные и кладет их туда-обратно, то разница может быть, наверное, в единице, даже в десятке процентов. Но это нужно тестировать в случае каждого конкретного приложения. Мне известны случаи, когда настройка NUMO давала свой прирост практически в полтора раза. Когда, например, два инстанса приложения явно прибивались конкретным NUMO-нодом вместо того, чтобы жить, так сказать, в разнобой. Но это совсем крайний случай. То есть это не на порядок, но и не теоретическая вещь, которая не дает реальности никакого приросту вообще. Перейдем от распределения процессорного времени и памяти к распределению ресурсов ввода-вывода. Это вопрос имеет значение для приложений, которые каким-то образом работают с диском. Например, пишут туда файлы журналов самостоятельно, на ней всеслов, ну или каким-то образом работают с собственными данными. Для того, чтобы распределять ресурсы между различными операциями ввода-вывода, используются планировщики ввода-вывода, так называемые элеваторы. Они называются подобным образом, потому что когда-то кому-то показалось, возможно, правильно, что поиск оптимального порядка операции на вращающем-межорстском диске, где лимитирующей фазой, так сказать, является поиск нужной дорожки при позиционировании головки, а считывание данных при уже спозиционированной головке происходит гораздо быстрее. Похож на алгоритм работы лифта, которому нужно собрать какое-то количество людей на каких-то этажах и развести их на другие этажи. При этом лифту нужно проехать минимальное количество этажей. Точно так же, как на жестком диске, нужно обеспечить минимальную дистанцию позиционирования головки. Соответственно, поскольку по-английски лифт-элеваторы, планировщики ввода-вывода стали называться элеваторами. В современных дистрибутивах Linux доступно три основных планировщика, их мы и обсудим. Самый простой из них – ноуоп. Он, собственно, работает по тривиальному алгоритму и ничего не планирует. Он просто получил операцию, поместил в очередь, получил операцию, поместил в очередь. И ничего не пытается оптимизировать. Это может оказаться даже не таким глупым механизмом, как казалось бы, например, в ситуации работы с очень быстрыми SSD, когда все равно у вас работа с жесткими дисками, или работа с вводом-выводом не будет лимитировать, а будет лимитировать, например, производительность центрального процессора, потому что ввод-вывод у вас работает крайне быстро. В таком случае будет иметь смысл не тратить ресурс процессора на планирование операции ввода-вывода. Другая ситуация, когда не имеет смысл пытаться что-то планировать, когда у вас на самом деле под капотом что-то очень сильно отличающееся от традиционного вращающегося диска. Например, какой-то очень хитрый рейд-контроллер, который сам умеет внутри себя планировать эти операции, или какой-то очень быстрый SSD, о чем я уже сказал, или какое-то удаленное сетевое хранилище, на котором в реальности там вставлено тысячи шпинделей, и вам предоставлен логический раздел, который по этим тысячам шпинделей как-то довольно равномерно размазан. И для вас это выглядит, например, как блочное устройство, отдаваемое по эсказе, но в реальности нет никакого способа на этой системе как-то оптимизировать работу с вводом-выводом на таком устройстве, поэтому не нужно даже пытаться. Для всей системы не система, а его архитектура, так сказать, скрыта. И нового в таком случае будет весьма оптимальным. Другой, который очень часто используется в дистрибутивах по умолчанию, это планировщик CFQ. Он делит все приложения на три класса в порядке убывания приоритетов, а в рамках каждого класса пытается обеспечить максимально равное или даже, как следует его название, максимально честное распределение ресурсов ввода-вывода. То есть в пределах каждого класса он предоставляет максимальный динамический приоритет тому приложению, которое меньше всего до этого использовало ввод-вывод. То есть если какое-то приложение постоянно писало на диск, то его операции будут иметь меньший приоритет, тем операции приложения, которые обращаются к диску редко. Этот подход вполне работает на каких-нибудь настольных системах и часто применяется на медленных вращающихся стадисках на серверах. Там, где, например, на раздел сразу много приложений и конкурентов на другом пишут логи или выполняют какую-нибудь подобную подсобную деятельность. Однако не так хорошо этот планировщик работает, например, для баз данных. Когда есть один процесс, который использует очень много ресурсов ввода-вывода, да, они ему действительно нужны. Они ему, скорее всего, нужны, чем какому другому процессу, который решил запуститься рядом с ним и использовать ввод-выводы на этом же разделе. А CFQ возьмет и отдаст ему тому процессу больше динамический приоритет. В этом случае для того, чтобы база данных работала с максимальной производительностью, ей придется явно выставить класс real-time. Но для того, чтобы обеспечить более оптимальную производительность для приложений в как раз подобных окружениях, где есть небольшое количество процессов, часто один, но ему нужны все ресурсы ввода-вывода, используется планировщик Deadline. Deadline пытается гарантировать латентность ввода-вывода таким образом, что каждая операция ввода-вывода будет помещена в очередь на исполнение не более чем через определенное время. И этот подход хорошо применяется для, например, дисков, на которых работают базы данных. Таким образом, что практически независимо от того, что на том же разделе решила использовать ввод-вывод что-то еще, база данных все равно предоставит возможность выполнить необходимые операции не позднее определенного времени. Поэтому использование планировщика Deadline рекомендовано для разделов, на которых работают базы и на которых используются вращающиеся диски. На SSD может быть окажется лучше на UOC. На вращающихся дисках на разделе с базой данных практически всегда оказывается лучше Deadline. Это то, что касалось, так сказать, традиционных часто издревле используемых механизмов, скажем так, более жесткого распределения ресурсов. И пока мы не перейдем к механизму, обеспечивающему, наоборот, мягко, я предлагаю сделать перерыв. Итак, перейдем к обсуждению еще одного механизма распределения самых различных ресурсов между процессами использования так называемых контрольных групп. CD Groups — это механизм, отвечающий за распределение самых различных ресурсов системы. Это процессорное время, оперативная память и ввод-вывод между иерархическими группами процессов. В чем, что имеется в виду под иерархичностью? Каждая группа процессов характеризуется определенными настройками параметров контрольных групп. Каждая группа обладает древовидной иерархией, то есть каждая группа может иметь какое-то количество других вложенных групп, и так до бесконечности. И каждая вложенная группа по умолчанию наследует все настройки родительской, но любая из этих настроек может быть в ней переопределена при необходимости. Таким образом, может быть выделена самая группа верхнего уровня с самыми глобальными настройками, и только те из них, которые нужно переопределять, будут переопределяться в дочерних. В дистрибутивах семейства Архиал Центоз 7 за работу с контрольными группами отвечает Систем-Д, а в предыдущих версиях для этого используют утилиты из пакета RIPC Groups. Этот механизм доступен в Центоз 7, но не рекомендован к использованию, так как он ломает штатный механизм работы с Систем-Д. На этом занятии мы будем рассматривать механизмы работы, обеспечивающие Систем-Д. А, так сказать, легоси механизма можно узнать, прочитав документацию по Lipsy Groups. Рассмотрим, как устроена типичная нейрархия контроля групп в системе Центоз, например, на учебной виртуалке. Видно, что существует некая родительская контрольная группа по умолчанию, обеспечивающая Систем-Д. И группы есть называемые Slice, и есть такие крупные Slice, как User Slice или System Slice. И даже будет, наверное, показательнее это запустить здесь. И Machine Slice. В System Slice живут контрольные группы различных демонов. То есть каждый сервис, запущенный в Систем-Д, помещается в одну отдельно взятую контрольную группу. И в рамках этой контрольной группы работают процессы, запущенные этим сервисом и их дочерние процессы, как можно видеть в данном примере. В User Slice живут сессии пользователей, подключенные к данной конкретной системе. В Machine Slice живут виртуальные машины, которые там запущены, или контейнеры. В данном случае запущены 4 виртуальные машины на базе QM и QM. И все они помещены в Machine Slice, но для каждого из них есть своя собственная контрольная группа. Самые различные ресурсы управляются контрольными группами. Например, БЛК и О устанавливают лимиты на операции ввода-вывода на блочных устройствах. Контрольная группа CPU ограничивает используемое процессорное время. CPU-set — ограничение по ядрам процессора и Numa-нодам. Группа Memory, к примеру, ограничивает объем занимаемой памяти. Группа Huge TLB — лимиты на использование Huge Pages этой группы. Также иллюстрирует концепцию контрольной группы такая группа как Freezer, которая устанавливает или возобновляет все процессы в группе, что демонстрирует то, что процессами, объединенными в такую иерархию, проще управлять. То есть, например, можно взять из афризии все процессы всех виртуальных машин, если из афризии есть машин скоу. Или взять и завершить все процессы, запущенные в рамках данного конкретного юнита, просто завершив его контрольную группу, как systemd и поступает, к примеру. Таким образом, за процессами гораздо проще следить и проще управлять. Но, конечно же, не столько вам, сколько системного менеджера systemd. Рассмотрим пример работы с контрольными группами. Один из наиболее часто ограничивающих параметров – это процессорное время. Работает этот параметр CPU таким образом, что в ситуации, когда несколько процессов готовы к выполнению, их процессорное время распределяется пропорционально параметру shares этой контрольной группы. И количество его по умолчанию – это 1024. В смысле, не этой контрольной группы, а этого параметра контрольной группы. Скажем, если для какого-то процесса выставить CPU shares 2048, то при конкуренции с другим процессом, у которого все по умолчанию, этот процесс будет получать в два раза больше времени, чем тот. Лимиты на оперативную память, например, выставляются напротив абсолютные. Если выставить какой-то memory limit, то для данного процесса его превысить не удастся. Попробуем выставить какой-нибудь лимит на, скажем, Nginx. А, точно, Nginx не запущен. В данном случае здесь процесс Nginx запущен и ему выставлен больший приоритет по процессору, чем всем остальным процессам в данной системе. Также можно взять и другой процесс, например, ограничить. Взять процесс PHP, FPM и на всю эту контрольную группу выделить лимит памяти в 500 мегабайт. Таким образом, чтобы оно не могло его превысить. Это может иметь смысл, например, для приложений, которые активно потребляют память и не слишком критично для работы данной системы. Таким образом, чтобы у них начинали фейлиться аллокации задолго до того момента, когда будет подходить предел доступной оперативной памяти в данной системе. Лимиты на ввод-вывод работают похоже, но лимитировать его сложнее, поскольку иногда, например, это приходится делать на разных устройствах. Предположим, база данных пишет лог на один жесткий диск, а данный хранит на другом. И контрольные группы также поддерживают работу с отдельными устройствами или для ввода-вывода в целом. То есть, например, взять и для базы данных выставить это значение в более высокое значение, для всего остального систем слайса по умолчанию выставить более низкое. То есть, скажем, в подобной ситуации, когда я взял и понизил приоритет ввода-вывода всем приложениям и оставил более высокий приоритет ввода-вывода в базе данных, окажется, что в случае активной конкуренции приложений за ввод-вывод база данных получит гораздо больше ресурсов, чем все остальные. И основные иерархии контрольных групп мы уже обсудили. Да, конечно. Да, это я показывал только что. Смотрите, какова иерархия. Вот видите, есть три основных слайса. Первый – машин слайс, юзер слайс и систем слайс. Это три основных иерархии, в которые входит все остальное. Да, я писал систем слайс. То есть, я всем демонам… То есть, я взял и выставил какую-то системную значение какой-то контрольной группы для… параметра какой-то контроля группы для всех демонов в системе. А когда я писал Nginx сервайс, я выставлял это только для Nginx. Получается, что записи в системе D соответствуют C-группам? Наоборот. Когда систем D запускает какой-то сервис, он помещает в отдельную C-группу то, что в рамках этого сервиса запускается. То есть, он формирует C-группу и запускает процессы в рамках нее. То есть, мы запускаем, например, там, не знаю, SHD сервиса, значит, он делает группу SHD сервиса и запускает SHD в рамках нее. Так что, можно было SHD управлять и лимитами, и в случае чего фризить или завершать отдельно от остальных процессов. И можно увидеть, что тот лимит, который я выставил, не оказал бы никакого влияния на тот процесс, запущенный из пользовательских сессий или на виртуальные машины. Я его выставил исключительно для демонов в данной системе, но в той системе, где я выставлял виртуальных машин, нет. Так что подобный подход, в принципе, может иметь право на существование. А в какой момент заберется C-группу? Когда формируется? Или это отдельная система? Давайте. А, хотя мы… давайте увидим это. Гораздо… всегда лучше показать, чем рассказать. Ой, я остановил запись. Сейчас зайдем в эту систему. Сейчас я Nginx, к примеру, пока что остановлю. Ну, к примеру. Вот, зашли. И мы запишем системные вызовы, которые делает Systemd в данный момент. И возьмем и запустим Nginx. Вот, как видите, вот в этот момент, когда происходит подобный системный вызов на создание директории в специальной псевдофайловой системе контрольных групп, и создается данная контрольная группа. Она создается еще родительским процессом. Вы видите, у него PID 1. И только потом он запускает Nginx, и он помещается в эту контрольную группу. То есть происходит fork, процесс, вновь созданный процесс помещается в эту контрольную группу, exec и Nginx. Давайте сейчас это увидим, к примеру. Вот здесь был запущен процесс с PID 3252. Сейчас мы по этому PID посмотрим отдельно, какие действия он выполнял. Как видите, этот процесс взял и поместился в соответствующую все группу. И после этого он выполнил необходимые действия, и все. В данном случае он запустил из-под себя Nginx. Да, вот здесь был запущен Nginx. Nginx, поскольку он сам демон, он выполнял там форк и завершение своей работы. Но вот этот процесс запустился, он форкнул другой процесс Nginx и закончил свое выполнение. И именно, собственно, C-группу создает сам родительский процесс, а потом форкнутый в нее помещается. Нинс. 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 Продолжение следует...